Смотрим челночное устройство, челнок, смотрим носик челнока, забит крылышко, заусенец очень много, вот все удары иголок видны, все крылышко побито, установочный палец он сточенный очень далеко и вот еще очень большая проблема, смотрите челнок двигается на валу, из-за этого может быть пропуски, этого быть ни в коем случае не должно, мы не сможем выставить точно носик челнока по отношению к иголке, здесь вот стоит челнок с машины 10-22, здесь даже крылышко, сами уже подпиливали, это скорее всего делали чтобы шить толщину, для начала нам нужно устранить вот этот люфт, берем открываем вот эту крышку берем откручиваем установочный палец, вот наш установочный палец и снимаем челнок вот наш челнок он конечно немного уже подработанный, слышите звон, уже выработка на нем есть ну челнок мы все зачистим, отполируем и попробуем поставить может еще и пойдет и вот этот люфт, люфт вала челночного нам нужно устранить нам нужно вытащить вот эту всю втулку, откручиваем вот этот винт крепления втулки выкручиваем и вытаскиваем, но у нас не вытаскивается, у нас не дает вилка выйти нам нужно вот здесь вот винт, мы его отпустим и поднимем наши зубья выше собьем эту регулировку, потом зубья выставим откручиваем, откручиваем хорошо и пробуем поднимать, подняли насколько получилось пробуем, вот видите у нас вышел целый механизм и смотрим люфт этот люфт нужно убрать, откручиваем вот эти вот винты и смотрим снимаем обратите внимание вот челночный вал, его взяли, проточили под челнок с машинки 1022 вал проточенный берем масло капнем вот сюда вот немножко и протрем, снимем налет вот так вот капнем еще масло здесь у нас вот паранитовая шайба стоит тоненькая и сюда подкладывается, чтобы убрать вот этот люфт но мы сейчас попробуем по-другому сюда тоже во втулку капаем масло немножко ставим так вот и ставим нашу вставку вот эту упорную ставим и затягиваем винтами немножко подтягиваю не совсем ну вот крутится даже как-то подклинивает вот сейчас хорошо вот видите и сейчас даже нету люфта мертво стоит сейчас мы так его и затянем ну да это скорее всего люфт получился из-за того что когда ставили челнок сюда и видно было очень плотно это точно из-за этого ставили челнок и челнок у нас сюда не заходил поставили и немного по челноку ударили решили его посадить и из-за этого вот этот наш сухарик внутренний он ушел и у нас получился вот этот люфт можно попробовать вот так вот немного стукнуть только обратной стороной отвертки вот и у нас видите и вот он как раз и появился люфт затягиваем посильнее можно его даже еще вот так вот поставить и взять вот я ключик такой взял поставил сюда вовнутрь вала и сверху немного плоскогубцами можно стукнуть и наша пластина на посадочном месте она немного уйдет и найдет свое место вот люфта сейчас нету крутится хорошо свободно все теперь берем устанавливаем обратно и затягиваем крепим нашу втулку возьмем втулочку чуть ее отодвинем буквально на миллиметр затянули хорошо вот здесь вот все мы прочищаем вычищаем мусор здесь столько много собралось вот это вилка вот здесь сухарик теперь возьмем это все смажем сухарик вот этот вставляем его вилочку вставляем его отверстием вот сюда вверх и сюда тоже капнем масло вот капнем масло вот сюда на конусный наш конусная направляющая для вала вот здесь у нас стоят войлочные шайбы сюда тоже капаем масло на них здесь крепится у нас вилка и вот сюда капаем на конусную направляющую для вала и смазываем маслом все то что движется это рычаг обратного хода вот мы сюда все смазываем вот сюда на нижний вал крутим смазываем видите движение эксцентриков между эксцентриками смазываем и вот здесь вот есть тоже крепится у нас рычаг закрепки сюда тоже капельку масла ну в принципе все теперь нам нужно выставить обратно наш подъем зубьев берем ставим игольную пластину на место и здесь подтягиваем винт подтянули но не сильно так чтобы он у нас держался и мы могли чуть-чуть подрегулировать подъем зубьев вот обратите внимание мы затянули винт и вал болтается отпускаем немного этот винт и немного подстукиваем наш вал можно даже вытащить вот видите здесь конус идет и мы возьмем его смажем маслечко капнули и ставим на место здесь у нас вот плыск есть вставляем вот немного придавили шкивом покрутили и подтягиваем попробовали вот видите чуть-чуть люфт есть чтобы у нас не зажимало его прокрутили шкив все нормально затянули винт хорошо ну все здесь мы все люфт удалили все нормально можем закрывать крышку затягиваем наши винты все с этим мы разобрались все у нас нормально еще один момент если прохождение зубьев неравномерно в игольной пластине то вот эти зубья можно сдвинуть чуть-чуть их посадить в одну сторону или же приподнять в другую сторону регулировка у нас идет вот идет и вот у нас винт немного отпускаем его и зубья можно будет сместить вниз или поднять вверх это чтобы они в игольной пластине равномерно перемещались и так же потом винт затянуть на этом пока все продолжение следует все и вы не